This conference will now be recorded. Я сертифицированный коуч, практикующий психолог и, наверное, в формате токсичных коллег не понаслышке знаю, потому что работала и в крупных корпорациях и, в общем-то, с этим вопросом периодически сталкивалась, да и чего греха таить, и сталкиваюсь по сей день. Поэтому давайте с вами разберемся, что это за люди такие и что с ними делать. Еще раз напомню, потому что есть люди, кто не знаком с центром специалистов, только рассматривает вариант, например, обучения у нас. Мы уже на протяжении 29 лет, а в этом году 30 лет юбилей, учим людей, более миллиона выпускников, корпоративных клиентов огромное количество и наша гордость это преподаватели практики. У нас практически вообще, по-моему, и нет теоретиков, которые вот только в книжек. Это прекрасно, когда люди умеют читать, а еще прекраснее, когда они умеют это применять. Поэтому на какие бы курсы вы ни пошли, у нас в центре это всегда те люди, которым не нужно заглядывать в какой-то учебник для того, чтобы ответить вам на вопрос. Поэтому welcome. Курсов много, правда. Это гарантии все прописаны в договоре, лицензии у нас есть, поэтому все, что полагается, каждому человеку, каждому нашему слушателю обязательно дадим. Что у нас на повестке дня? На повестке дня достаточно такие прозаичные вопросы. Какие есть манипуляторы среди наших коллег? Мы про рабочий такой момент, хотя это можно переложить и на обычную нашу семейную жизнь в том числе. И какие есть способы борьбы с такими деструктивными коллегами, которые еще называют как раз такими токсичными. Слово-то не очень приятное, даже звучит так. Но что можно с этим сделать? Итак, кто такой токсичный человек? На самом деле токсичность это правда особенность характера. Вот чтобы вы понимали, это не лечится в смысле уговорами, разговорами со стороны. То есть токсичность можно вылечить, и это и долгий очень процесс, если сам человек поймет, что он вредит себе и другим, потому что обычно так и происходит. И он сам придет, например, к психологу или психоаналитику и будет над собой работать. Что вряд ли. Я в своей практике не особо встречаю таких людей, потому что у токсичных людей есть определенные установки, в которые они верят. Для большей части к психологу приходят окружающие люди, которых он и довел, так скажем, как у нас в России говорится, до психолога довел в негативном формате. Хотя далеко не всегда это какой-то негативный формат, чтобы сходить к психологу. Ну так вот, чаще всего токсичный человек нарушает личные границы и еще очень хорошо внедряет, а не просто асы, внедряет чувство вины. То есть сделает так это филигранно, что еще оказываешься ты крайним, и ты виноватым. И потом с этим чувством вины как-то надо жить. И очень важный момент, что они зачастую это делают неосознанно. То есть это вот такая черта характера, что они даже не понимают. У меня есть один такой знакомый, ну к сожалению, да, но есть такой человек, который сильно удивляется, почему с ним никто не дружит. И на работе его не любит. И вот он говорит, Лен, вот как ты так? Вот вокруг тебя так много людей, и так многие, если тебе нужна помощь, тебе прям вот бросаются. Ну были там моменты жизненные, когда мне нужна была помощь. И просто люди со стороны, которые там не сильно меня знали, но они мне помогали. Он говорит, а я вот к кому не обращусь, а не обращусь, и меня вот все не любят. Так и хочется сказать, ты иди, пойди в зеркало, посмотри на лицо, да, что у тебя на лице и то, что ты транслируешь. Но они неосознанно это делают. Есть, конечно, делают кто осознанно, при этом в формате именно, кого мы называем токсичными, по большей части это их сущность. Ну то есть они даже не осознают, они делают это, ну потому что так привыкли. Токсичное пришло из английского языка, и в переводе означает ядовитый. То есть после общения с таким человеком нам плохо. Вот как плохо при отравлении. Вот в прямом смысле слова. То есть мы вроде ничего не кушали такого неправильного или там не пили, а пообщались с человеком и реально плохо. Может быть даже на физическом теле плохо, потому что есть понятие психосоматика. И когда тебе не хочется общаться с этим человеком, у людей иногда болят, например, уши, кстати. Потому что если около вас токсичный человек, и он постоянно какие-то гадости вам говорит, то ваш организм, организм человека, это очень сложная штука, если ее так можно назвать, но которая очень хорошо адаптируется к внешнему миру. У нас адаптивный организм. И если вдруг у человека проблемы начинаются со слухом, то очень часто около этого человека, я даже обычно на приеме так и спрашиваю, скажи, пожалуйста, кто около тебя является таким человеком, которого бы ты лучше бы не слышал? Есть у тебя такие люди? И вы знаете, постоянно находятся. То есть, и это один из критериев, что рядом есть токсичный человек. У кого-то посильнее психика, да, и нарушения слуха не будет, а у кого-то прям, ну вот, действительно очень серьезные повреждения. И распознать токсичного человека достаточно просто. То есть, нам будет неприятно. У нас будет ощущение опустошения, ощущение вины, ощущение, что ты больше не хочешь с этим человеком общаться. Так вот, чем же это все-таки грозит? Есть один из отчетов, Cornstone, обнаружилось, что, обратите внимание, в корпоративном формате, что хороший сотрудник на 54% чаще был склонен уходить из своей работы, когда сталкивался с токсичным коллегом. То есть, это не про зарплату, это не про какие-то удобства. Но если есть в коллективе токсичный человек, больше половины сотрудников, которые хорошо работали, которым нравилась эта работа, уходят. Есть же такое, что мы приходим в компанию, а уходим от начальника. Очень часто там токсичный начальник. Бывает и такое. Конечно, бывает не только начальник, бывает и просто коллега, и ничего начальник не делает с этим коллегой токсичным. И тогда тоже мы склонны уходить, потому что долгое время терпеть это нам организм не позволит. То есть, у нас однозначно начнутся какие-то проблемы со здоровьем. И издание Harvard Business Review заметили, что токсичный сотрудник может очень дорого обойтись бизнесу. То есть, вот перевели на российские деньги, да, 800 тысяч рублей. Это не только про то, что там поиск, если его уволить, поиск нового сотрудника и так далее. Это про то, что мозг человека, он не может и созидать, и разрушать. То есть, если токсичный человек повлиял на кого-то или еще на целый коллектив, да, и такая история бывает, то у нас сотрудники не в ресурсе. У нас сотрудники в стрессе. А в стрессе люди работают, дай бог, процентов на 20 от того, что они могут. И это потеря для бизнеса. Поэтому, когда меня спрашивают, что делать с токсичными людьми, ну, самое простое, наверное, догадываетесь, что я посоветую. Самое простое, если этот токсичный человек не звезда, то есть, он нам не приносит супер бизнес-результатов, то нужно посмотреть, действительно ли он, то есть, он больше приносит убытков, чем прибыли. Хорошо подумайте, нужен ли вам такой человек. И еще очень важный момент, что если он токсичный, начнешь его увольнять, а у нас, согласно Трудовому кодексу, по сути, работодатель в рабстве у работника. Потому что работник может уволиться по собственному желанию в течение двух недель, предупредив работодателя. Работодатель по собственному желанию не может расторгнуть договор с сотрудником. Неважно, токсичный, не токсичный, нам еще нужно доказать, нет такого законодательства, такой статьи, что вот токсичный человек уволит по статье такой-то такой. Ну, просто такого не существует. Поэтому, если мы еще и решили пойти по пути его увольнения и делать жизнь ему невыносимой, а он же ас, вы понимаете, мы встаем на тропу войны с человеком, который любит воевать. Это человек, который, у него в крови это, он получает от этого удовольствие. И вот этот момент, что он может подать, например, в суд, отвоевать его там, например, увольнение, то есть кровушки он попить может очень много. И поэтому, коллеги, пожалуйста, я сейчас обращаюсь к каждому из вас. Если около вас, например, взяли сотрудника, и он сейчас на испытательном сроке, и он явно показывает свою токсичность, хорошо подумайте о том, чтобы с этим человеком все-таки расстаться, пока мы не взяли его уже на постоянку, и когда это будет сделать гораздо тяжелее. То есть вот про эти моменты прям хорошо подумайте, потому что испытательный период это не только посмотреть на его деловые качества или на его личностные характеристики, но отчасти это как раз личностные характеристики, что он вообще у нас не сработается, потому что наши корпоративные ценности это про другое. Что касаемо признаков токсичного коллеги, ну смотрите, очень часто это человек, который присваивает себе ваши заслуги, это может быть ваш начальник, ваш босс, то есть вы выкладываете какое-то предложение, а он это всегда говорит, я-я-я, я решил, да, вот согласитесь, что это достаточно обидно, когда твои заслуги, да, ты там, например, что-то придумал, а про тебя там даже нигде никому не говорят. Когда умеющие, это очень гибкие люди, они умеют снимать ответственность себя, перекладывают прекрасно на других, уклоняются от работы, это тоже такая история обычно у токсичных людей, они могут понимать, есть токсичные люди, которые не про крик, а, например, на постоянные жалобы, вот что-то ноет и ноет, вечно там что-то не так, и ты думаешь, господи, ладно, лишь бы ты уже отошел от меня, давай я сделаю эту работу, они перекидывают вот этих вопросов. Так называемых обезьян на то, что бы ты делал. Часто ведут очень себя высокомерно, либо вот это вот, да, вот заискивание, ой, у тебя такое, у тебя такая хорошенькая платьица, ой, слушай, у тебя такая красивая ручка, вот бы мне такой, прям как в том, Яралаша, да, вот если бы у меня были апельсины, я бы тебе дала их, желать, что у тебя нет апельсина. Постоянно хвастаются эти люди, они, причем хвастаются какими-то такими вещами, ну, которыми обычно в обществе не принято хвастаться, а у меня телевизор вот такой, ну, я вас умоляю, у кого сейчас нет телевизора, да, то есть это, если бы ты говорил, что у тебя ракета дома, это одна история, а вот телевизор, он есть у всех. Поэтому, когда начинают хвастаться в формате каких-то навыков, например, что у него лучше что-то получается, там, где, в общем-то, и не было задачи оценивать. Конечно, конечно, Николай, я сейчас говорю о том, что иногда руководители не видят, ну, то есть, такие вот токсичные коллеги ведут себя некорректно именно в коллективе, а когда начальник приходит, да, то они начинают заискивать. Поэтому здесь не надо молчать. Я сама как руководитель, как владельца бизнеса, знаете, попадала в такие ситуации неприятные, что мне сам новый сотрудник прямо такой заинка-заинка, все прекрасно, а потом уже, когда все вскрывалось, мне все остальные сотрудники говорят, ну, да, он так себя всегда вел. Я на них смотрю, говорю, ребята, вы что молчали? Ну, то есть, он со мной ведет себя совсем по-другому. Ну, то есть, заискивание вроде как, ну, какие-то, ну, то есть, не заметила я там какой-то токсичности. Я же не сижу около него, да, я там могу быть в своем кабинете, могу быть вообще в другом офисе. Поэтому уходите вот от этих вещей, что вот я кому-то там доложу еще что-то. Ну, то есть, коллеги, вам потом с ним работать. Ну, то есть, ваше дело сказать своему начальнику, что есть такое дело, что человек ведет себя там некорректно. Если назвать человека токсичным, то он может подать суд на оскорбление. Вряд ли в суде такое примут. Ну, то есть, это не ругательное слово, поэтому вряд ли это будет. Сплетни, когда манипуляции идут, опять же, они любят делать такое, что давай-ка подружим против кого-нибудь. То есть, это прям излюбленная тема, дай-ка подружу против кого-нибудь. И настраивают, например, других коллег против, например, вас. Часто это человек, который перебивает. Это, кстати, тоже прям излюбленная тема, перебивать. Потому что токсичные люди, они как раз вторгаются. Основная их привычка – это вторгаться в личное пространство. Личное пространство. Ты говорил, тебе перебили. Или в твое пространство времени. Ну, то есть, ты ведешь, ты занимаешься чем-то другим, а к тебе постоянно вторгаются. Говорят, ой, ну ладно, что ты такой, прям работник года. Пойдем уже покурим. Это вот тоже, кстати, вот такие фразы про токсичность. Ну, то есть, вас как бы обесценивают, что вы хотите работать, вот давай уже непонятно, чем там позанимаемся. Вот, если говорить про токсичного человека, если ценный сотрудник, ведущий специалист. Коллеги, здесь важный такой момент, сейчас я еще признаки поставлю пока. Важный момент, что если он действительно ценен, его заменить нельзя, ну вот на сегодняшний момент никто не дотягивает. То, во-первых, рекомендую сразу бить по двум фронтам. Первый фронт, это работа с самим токсичным коллегой. Я надеюсь, что у вас есть какие-то корпоративные, прописанная этика, корпоративные ценности, на которые вы можете, ну, как некие законные какие-то вещи в вашей компании, что, например, у нас не принято людей называть по кличкам. У нас не принято там, это же не обязательно, они же не впрямую оскорбляют, это же не про какие-то нецензурную брань. Зачастую это вот просто с сарказмом, с каким-то таким черным юмором, то есть обозначение каких-то вещей, то есть их вот так напрямую не прижмешь. Просто вот политработа, как вот раньше было в Советском Союзе, их политработники, которые работали над моральным духом бойцов. То есть здесь в конце концов можно поговорить с HR-департаментом, обычно это их прерогатива для того, чтобы с данным человеком проводили вот такую работу. Хотя я вам сказала, что вряд ли он исправится, то есть по крайней мере на какое-то время он может приудержаться. Хватает недели, на моей практике хватает недели, и через неделю опять все снова здорово. То есть приходится об этом разговаривать каждую неделю, как день сурка. Второе направление нужно делать сразу же. Ты понимаешь, что у тебя в бизнесе единичка – это самое страшное число. То есть один сотрудник на какой-то фронт работы, а еще и токсичный, он это точно знает, и он начнет вам на голову садиться мгновенно. Они очень грамотные, умные люди. Поэтому ваша задача – искать либо ему замену, либо вырастить среди всех остальных, например, вот он одна звездочка, и у вас еще есть ряд сотрудников. И выращивать звезд и еще всех остальных, чтобы кто-то ему бросил эту перчатку соревновательную. И вот тогда это можно выровнять. Конечно, токсичности до него особо не уйдет, но по крайней мере это не будет уже вот так вот прям явно и бить на, ну только, например, на одного какого-то человека. Поэтому вот сразу по двум фронтам. Ищите еще себе людей, чтобы звездочек. То есть звезд у вас должно быть много. Вот не одна, даже если он не токсичный, одна звезда – это всегда есть риск, что вами будут манипулировать. И это будет неприятно. Ну как бы сами виноваты. Чего вы одну только звезду воспитываете? Делайте так, чтобы были там 80% звезд. Ну хотя бы 50%. Вот. И коммуникация с этим человеком. Зачастую, говорю, не помогает коммуникация. Очень, знаете, как это – ага, ага, и пошел делать то же самое. Вот так. А есть ли использование токсичных коллег инструмент руководства отделами? Токсичность поощряется. Ой, знаете, Марина, у меня когда говорят такие фразы – токсичность поощряется. Вот я же не просто так со статистики начала, что токсичность, она на бизнес влияет очень плохо. То есть зачем играться с огнем, не совсем понятно. То есть у меня такая фраза есть – вы работать не пробовали, а не токсичностью там управлять и так далее. То есть токсичность, она актуальна зачастую только когда бывает история, например, когда еще его управляемым конфликтом называют, на стартапах. Вот даже любят иногда руководители брать токсичных на стартапах, либо выход из кризиса, там, где нужен, например, авторитарный руководитель, зачастую он как раз и токсичный. И таких людей берут осознанно в компании, но на короткое время, чтобы вот этот старт прошел или из кризиса вытащили, и потом с этими людьми прощаются. То есть их нанимают на контракт, опять же, там цель такая, а на контракт для того, чтобы они вытащили там компанию или какое-то подразделение на какой-то бизнес-результат. И потом прощаются с этими людьми, зачастую они даже не… ну, не исправишь, особо не исправишь. Бывают разные. Итак, смотрите. Токсичность на работе. Бывает вертикально. Это когда такой человек – наш руководитель. мне очень жаль, когда такое происходит. Обычно это человек, который принижает ваши достижения, не дает продвигаться по службе. Часто мы говорим, все, накрыл крышкой. И он бывает, что вышестоящему руководителю нас преподносит, ну, в таком сером цвете, ах, серая мышка. А поскольку у вас, например, нет прямого контакта с вышестоящим руководителем, вас реально начинают считать серой мышкой. Очень, знаете, радуйтесь. Если вас такой начальник топит, да, вот такой токсичный руководитель начинает вас топить, это означает одно – вы сильные. Понимаете, такие конфликты, они всегда между сильными. Он только пользуется своей властью, ну, которая дана ему. Ну, можно себя похвалить, потому что на слабаков он обычно время не тратит. Ну, так, знаете, это будут какие-то пеняния и все. А если пошло прям в конфронтацию, то это говорит о том, что вы сильные, и он чувствует, что вы его можете как-то подсидеть, например, и поэтому там уже защитная реакция будет. Не повышает зарплату. Или, например, вот это бесконечное, говорят о том, что я начальник здесь. Как я сказал, так и будет. И причем это и на пользу, и не на пользу. То есть тогда, когда вообще эту фразу, как бы никто и не забывал, что он начальник. И, конечно, когда никакой, вот что бы вы ни предлагали, этот руководитель воспринимает вас как надоедливую муху. Это чувствуется. Ну, то есть иногда даже какие-то фразы такие говорят. И бывает еще горизонтальное. Это когда токсичность идет от наших коллег. Они начинают соревноваться. Знаете, иногда это бывает. Ладно, когда соревнования в работе. А иногда бывают соревнования. Это прям даже, ну, я улыбаюсь, когда начинают копировать твои повадки. Когда копирует твой цвет волос, машину, еще что-то. Там ты поехал туда, вот и он туда поехал. Или там, а ты в каком отеле? А мы там рядом. Вот эта пятерка, ну, она лучше, чем там, в которой ты был. Ну, вот такое, возможно, слышали такие разговоры. Это говорит о том, что, да, соревнования есть. Хорошо, когда, в принципе, соревнования, но это по работе. И оно такое честное. А когда начинают вот какие-то такие наличности переходить, это говорит как раз о токсичности. Спорят по любой мелочи. И что бы ты ни говорил, он всегда тебе говорит, нет, это бред, нет, это не так. На планерках часто начинают выставлять вас в каком-то свете. Ждут, когда ты хоть немножко подкользнешься и в этот момент скажешь, что оп-оп-оп, и наша звездочка, особенно если вы еще и сами звезда, да, и этот токсичный человек, он не может сделать тот результат, который вы делаете, то обычно появляются такие люди неприятные, да, которые начнут просто ожидать от вас, что вы там на чем-то провалитесь и где-то с чем-то не справитесь. Порой не успевают другие звездочки вырасти ко времени, потому что токсичный человек скрывает ценную информацию, используя другие инструменты, чтобы остаться единственной звездой. Да, Ирина, да, такое бывает. В данном случае инструмент зачистки отдела от опытных эффективных сотрудников с целью замены. Может быть. Вот смотрите, вот вам 7 вопросов, и просто ответьте на эти вопросы, сколько у вас получится «да». Чувствуете ли дискомфорт рядом с этим человеком? Ну, то есть наверняка вы не просто так на это занятие пришли, значит, что-то есть, просто так не бывает. У кого их нет, они сейчас где-то гуляют, видимо, не находятся вместе с нами. Коллегам тоже неуютно? Ну, то есть наверняка, если там есть, то вы друг с другом как-то это обсуждаете. Как, да, Андрей, чуть попозже отвечу. Как с коллегами часто делитесь переживаниями? Первое впечатление было положительное, а потом изменилось, иногда даже каких-то конкретных причин нет. Вы чувствуете вину, вы чувствуете себя уставшим. Провоцирует ли этот человек рядом конфликты? Вот чем больше у вас ответов «да», тем выше шанс, что у вас коллега токсичный человек. Потому что если только, ну, например, одно что-то, а все остальное не подходит, то, ну, возможно, просто в конфликте и все. Там не про токсичность речь, а просто неразрешенный конфликт, который периодически будет выскалькивать в формат открытого конфликта, а так он скрытый. По поводу собственной токсичности. Вы знаете, Андрей, посмотрите на то, готовы ли, вот приглашают ли вас люди в гости, насколько они рады, когда вы приходите. Это вот про рапорт. Есть такое понятие в психологии – рапорт, установка контакта. То есть с токсичными людьми люди стараются не общаться. Максимально не общаться, чтобы вот не попадаться на глаза, не попадаться еще где-то. Вот, поэтому если вас избегают, если вы там приглашаете в гости, один из критериев, этот мой знакомый, он постоянно нас приглашает в гости. Прямо, знаете, каждую неделю он говорит, приезжайте, я там, он нас то коньяком, то виски, то я приготовил, то есть он нас и едой, и алкоголем, чем только уже не зазывал. И вот, и каждый раз мы находим причины, почему нет. И вот он потом и задает вопрос, почему у тебя друзей куча? Я говорю, слушай, у меня обижаются, потому что я не могу разорваться и ко всем приехать. Ну, то есть достаточно занятой человек. Он говорит, а я зазываю, и ты никогда ко мне не приезжаешь. И человек вот тогда, можно говорить о том, что я-то в лоб ему сказала, потому что знакомая. Я говорю, понимаешь, у тебя очень много сарказма. Неприятно, потому что все самое лучшее это у тебя, у всех остальных вот все какое-то посредственное. То есть машина, фу, какая у тебя, это вот у меня. И причем, например, машины там равнозначные по цене, но разные марки. У каждого есть свое право там любить. Кто-то любит Toyota, кто-то любит там Rover, кто-то еще что-то любит. Ну, то есть это не принятие, я говорю, понимаешь, если ты каждый раз говоришь нет, если ты каждый раз с кем-то споришь, то есть у тебя нет вот этого понятия, как эмпатия. То есть принятие решений другими людьми, ну, как, ну, есть, ну, хорошо, тебе нравится это, каждый может остаться при своем мнении. Это вредность? Я бы не сказала. Я бы не сказала. Да, да, итак, Евгений, да вы не называйте такого человека токсичным, тем более при всех это всегда разговор один на один. Итак, я говорила о том, что токсичность не сильно лечится. Есть вот типы личности, которые в зависимости от типа личности будут проявляться по-разному токсичность. И, например, антисоциальный, когда выставляют коллег в невыгодном свете перед остальным коллективом и начальством, да, то есть они противопоставляют коллектив, какое-то социальное общество против вас. Бывают только про себя такой нарцисс-нарцисс, и они очень часто, кстати, ну, там, около зеркала, может, обычно очень выглядят с иголочки, ценят, и будут говорить обычно замечания по поводу одежды в том числе. Есть такое понятие, как пограничный. Они часто меняют, ну, люди настроение, мы их еще называем. То есть, то такая зайка, душка, но это бывает редко, даже поможет тебе в чем-то. А потом за эту помощь будет постоянно спрашивать, ты помнишь, причем помощь, когда мы не просили. Зачастую они как бы помогают для того, чтобы оправдать, ну, внутри, если человек в осознанность переходит, что понимает, что он, наверное, токсичный, и он переходит в формат, дай-ка я буду заглаживать эти вот раны, и я чем-то помогу. И обычно вот эта помощь, причем медвежья услуга, они еще и потом плату за нее требуют, любую плату. Ну, слушай, ну ты проставляйся, я же тебе там контакт дал, вот кухню где сделай. Слушай, интернет есть, даже проставляться никому не нужно, я ей сама найду. Есть тип личности, это уже в паранойю, когда люди никому не доверяют, бесконечно, это такой тотальный контроль, постоянно все проверяет, то есть ты ему даешь, он, сейчас проверим, сейчас проверим. Есть, конечно, уже пятый тип, компульсивный, обсессивный, это когда люди не прощают чужих ошибок, и они вот, это такие формат перфекционизма, когда все должно быть идеально. Нет, ты не имеешь права на ошибку. Слушайте, не ошибаются только мертвые или кто не работает. Есть истерики, прям вот в центре внимания, и если, например, человек не в центре внимания, он будет привлекать всеми способами это внимание. Есть тревожный, мешает работать, там на любом, вот мне на тренингах иногда бывают такие люди, когда, подождите, а мы тут сейчас не успеем, мы тут сейчас не успеем, успеем, все хорошо, мы идем в том темпе, я контролирую процесс, как мы там за расписанием. Подождите, подождите, вот сейчас это должно быть, ну, то есть я реально в практике регулярно встречаю каждый из этих типов, кто-то больше, кто-то меньше, но такие есть. Ну и шизоидные, когда, в общем-то, вообще идут плохо на контакт с людьми, они как бы на своей волне, и делают на основании своей волны какие-то выводы. Причем эти выводы поверили, и потом тебе еще начинают высказывать. То есть, знаете, как в голове у себя со мной же поругался, и потом на меня же обиделся, а я даже не в курсе вообще, что там с ним происходило. Вот, если хочется поставить, ну, знаете, поставить на место, опять же, то какое место? Ну, вы почему решили, что где-то какое-то место? Это же ваши границы, но я сейчас дам вам методики, как вести себя с тактичной коллегой. Ну, мы, в общем-то, сегодня для этого и собрались. Итак, первое, это если есть возможность вообще сократить общение с этим человеком, это будет очень хорошо, либо увеличить дистанцию хотя бы, может быть, пересесть в офисе где-то в другое место, попросить своего начальника, если это просто коллега, в другой кабинет. То есть, знаете, если нет зрительного контакта с этим человеком, они обычно находят себе других. Вот, давайте не будем сейчас бороться за мир во всем мире. Если это просто коллега, вы никак на него повлиять не можете, ваши уговоры, разговоры не помогают. Чаще всего такие разговоры, уговоры приведут к тому, что он еще больше начинает троллить. И просто вплоть до того, что переводитесь в другое подразделение, то есть решайте этот вопрос, иначе ему придется уволиться. Потому что если не защищать свои границы, ребят, он их будет пробивать. Просто будет пробивать. Если поговорить, Евгений, не с ним, а поговорить с HR-подразделением, если там есть у вас такие люди, то они вам тут помогут в том числе. Есть такое понятие, как мягкая конфронтация, когда мы просто, опять же, сохраняем свои границы, и если вас человек перебил, то мы можем сказать, я выступал или я говорил, вы меня перебили. Я собираюсь договорить то, что хочу сказать, и продолжайте дальше говорить. Если, например, этот человек постоянно сплетничает, вы можете сказать, это звучит как сплетня, я не хочу ее обсуждать. Просто вы имеете право сказать нет. Вот токсичному человеку нужно уметь говорить нет. Вот прям в прямом смысле слова. Нет, я не буду, я не готова это слушать. Нет, я не буду это обсуждать. Если, ну ты что, ну вот послушай, стоп, умеете говорить стоп. Я имею право сейчас заниматься на работе работой, а не слушать то, что хочешь ты мне сказать. Хорошо? Не надо с ним дружить, потому что вся эта дружба, ну, знаете, так себе, как раз он чаще всего вас будет вмешивать туда, где не очень история такая приятная. Разговор с я высказыванием. На следующем слайде я прям покажу пример. Например, пока оставлю в покое его. Формализация отношений. То есть если не удается подальше сесть, то можно коммуницировать с этим человеком в формате прям вот формальности. Например, если у вас принято на почту отвечать в течение суток, ну, значит, в течение суток, когда у вас будет время, вы ответите. И только в рамках деловой этики. Да, вот что положено, как положено, не утепляйтесь, потому что такие люди очень часто как раз ты утеплишься, подумаешь, что у тебя все хорошо с ним, все хорошо, подружились. И обычно они потом бьют очень больно. И тогда люди вообще разувериваются и в дружбе, на работе, хотя можно дружить и с коллегами. Есть такая история, когда токсичный человек, например, он не твой прямой начальник, он какой-то коллега, но ты вынужден, например, бывать на планерках, еще где-то, где он тоже там высказывается, возможно, не про вас, а в общем. Есть такой пример, такой инструмент, как представь себе его в каком-то смешном виде. Например, этот человек ругается что-то там сильно-сильно, может быть даже нецензурной бранью, и вам в полемику с ним нет никакого смысла вступать, просто нужно, чтобы вас не пробило. Вы можете как раз пойти таким путем, представьте его, например, там в клоунской одежде, вот прям такой с носом вот этим вот красным, да, с длинными башмаками. Ну то есть мы когда работаем на уровне неокортекса, кары головного мозга, то есть она у нас отвечает именно за вот эту возможность представить того, чего нет, вы не сваливаетесь в лимбическую систему, которая отвечает за эмоции, то есть а нам нужно, чтобы нас не подцепили на эти эмоции. Поэтому любое представление этого человека в смешном виде, вы блокируете тот негатив, который человек на вас несет. Это противодействие на уровне, чтобы меня не заразило, это не противодействие его изменить, это противодействие против его яда. Можно на контрасте дружить с другими, ну то есть не обращая на него внимания, чтобы у вас не опостылило работать, о боже, там опять вот этот товарищ, но когда у тебя он один, но у тебя есть огромное количество коллег, с которыми приятно, с которыми хорошо, это он будет в оппозиции и на него перестанут обращать внимание, то есть понимаете, он не будет добиваться своей цели. Это не означает не против него дружить коллеге, вот это очень важно, не против него, а просто его не замечаем, но у вас есть еще что-то, что приносит вам удовольствие на работе. Да, некоторые пытались дружить, больше не работают в организации. Да, 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 ну у них такая. Подружиться, знаете, как утеплиться, это одна из манипулятивных техник, ее называют вот на курсе управления манипуляциями, мы будем там более подробно разбирать, есть такое понятие, как душка. То есть он такой, он втирается в доверие, да, вот, ой, у тебя такое, платье у тебя такое, а потом он пользуется этой ситуацией и просто тебя выдавит из этой компании. То есть, ну это у них такая игра, как есть. И еще иметь активное какое-то хобби, увлечение свое, и чтобы можно было переключаться. Ну чтобы, например, даже если он вас как-то достает там в рабочей деятельности, чтобы можно было там после работы чем-то, понимаете, перестройка, нужна быстрая перестройка на что-то. То есть у кого-то это танцы, у кого-то это может быть собака ваша любимая погулять, да, ну то есть это что-то активное желательно, да, на то, чтобы вы могли быстро переключиться и уйти от того негатива, который обычно после людей этот остается. Душка сожрала всех. А еще есть один способ, смотрите, особенно если это ваш руководитель, а вам уходить не хочется, например, там может ипотека, да, или вы там, девчонки, может быть, кто-то в декрет собрался, и вам бы как-то перетерпеть. Но если вы еще не в положении, а у вас есть такой руководитель, и как бы тяжело забеременеть в таком состоянии, потому что вы в стрессе в постоянном, поэтому смотрите, найдите у этого человека, я понимаю, что он вам там, возможно, вы его уже ненавидите, найдите что-то, в чем он силен. Прям вот найдите, поковыряйтесь, однозначно, иначе бы он не работал, что-то есть, чему бы вы готовы были поучиться. Вот именно навыку, не у этого человека, в смысле, я у него ничему не хочу учиться. Коллеги, это не про это, это он что-то делает великолепно. И я так в своей практике у одного моего коллеги училась, он был, я, у меня с гибкостью на тот момент были прям вообще беда-беда, и на аттестации мне писали, что да, цель устремленная, но вот гибкости нет. И я все никак не могла понять, что это. И вот именно у токсичного коллеги, мне его в пример поставили, говорят, а вот она очень гибкая, я ее ненавидела, вы себе не представляете. То есть мало того, что я и так ненавидела, тут мне еще и в пример ее поставили, но когда я уже рациональным мозгом подумала, а ведь на самом деле вот этот человек просто великолепно, например, с клиентами, даже клиенты, которые очень неприятны, там с конфликтами, с какими-то претензиями приходили, лисонька, лисонька, так раз-раз-раз-раз-раз. И я пришла к вот этому токсичному коллеге и сказала, прям спросила, говорю, ты знаешь, как ты так делаешь? Учись, пока я живая, это был ответ. Ну понятно, токсичный человек, он только так и может ответить. Но при этом я на протяжении почти года училась вот этой гибкости. Я могу сказать сейчас этому коллеге, спасибо большое, искреннее прям спасибо, потому что именно у нее я научилась вот этой гибкости. То есть она мне какие-то фразы давала, думаю, о, правда, интересная штука. Поэтому душечка под Лизой вот этой вот формате симпатизировать врагу, то есть найти в нем что-то, чему можно поучиться, и ваш мозг будет его уже не так остро воспринимать, что он там сильно токсичный-токсичный. Я обещала вам я сообщение, смотрите. Она состоит из, в первую очередь, из четырех шагов. То есть первый раз мы шаги такие. Первое. Конкретное описание именно факта. То есть не про человека, то есть я сообщение, это не про него, не в обвинении. Мы говорим, например, когда ты ко мне обращаешься в таком тоне, дальше второй шаг, мы говорим о своем чувстве. Я сейчас про себя, оно называется я сообщение, потому что мы про себя говорим. Я чувствую возмущение, потому что думаю, что мое мнение не важно для тебя. Это объяснение причин моих, почему я так думаю, почему у меня такие чувства. И четвертый шаг, мы должны сказать, как мы хотим по-другому. Или там объясни причину такого объяснения ко мне, либо если нет причины, то я попрошу тебя обращаться со мной, вот так-то, так-то, так-то. И если мы проговорили, то есть это наши границы, коллеги, я сообщение, оно очень хорошо прорабатывается как раз с токсичными коллегами, там и с руководством в том числе. Но если человек опять нарушает, мы уже говорим пятый шаг, назначение санкций. И имейте в виду, после санкций мы должны понимать, что если мы сказали «а», и человек нарушил, то мы готовы это сделать. То есть если вы решили санкции какие-то внедрять, вы должны готовы быть, ну, в общем-то, воплотить их в жизнь. Поэтому, если говорить о «я» сообщении, то первое – четыре шага, потом уже пятый – шестой. То есть это вот про это. Так, сейчас отвечу. Так, была у нас группа в виде начальника по японскому опыту для снятия стресса, но в офисе места для нее не нашлось. А дальше токсичные коллеги выкручивают манипуляции. «Так это ты так думаешь, реагируешь? Это твой выбор, как реагировать. Я на границы не покушаюсь». Да, согласна. Именно поэтому я тебе и говорю о том, что поскольку у меня ощущение, что есть нарушение границ, я тебе об этом и говорю. Говорить я тоже имею право. И я хочу впредь, чтобы со мной обращались вот так-то и так-то. Ну, то есть мы сейчас так виртуально берем, то есть в чем именно, какое обращение, да, там в таком-то тоне. Да, я имею право на свои чувства. Угу. Да. Так, как правильно поступать в случае, если руководитель на постоянной основе внушает чувство вины для излишней нагрузки работой? А вину за что? Что ты не справляешься? За что вина-то? Для излишней нагрузки работой. Здесь очень хорошо, Ирина, тоже, как я, сообщение о границе. Можно и про чувство вины, а можно просто объяснить, сказать таким образом, что, например, есть понятие, как корректный отказ. Понимаю, Иван Иванович, что вы хотите, чтобы все оставались, или я оставалась после работы и делала вот эту работу. При этом мы договаривались о том, что я все-таки работаю с сталькита до сталькита, и переработки, если они есть, то они оплачиваются. То есть мы сейчас говорим о том, что какая-то работа должна быть еще сделана вне рабочего времени, соответственно, она просто не будет оплачена. Если человек говорит о том, что потому что ты не успела, это все ты должна делать, коллеги, запаситесь аргументами, потому что аргументы должны быть, например, я показываю свой планировщик и говорю, Иван Иванович, понимаю, что действительно всегда хочется, чтобы каждый сотрудник выполнял свое дело. При этом есть понятие нагрузки, реалистичные и нереалистичные. Есть так называемые смарт-цели, что вот из 11 заданий, которые мне даны, то есть это спокойно один на один, ни в коем случае это не при всех, там не нужно вот это все показывать. Спокойно, желательно, это говорить не в момент, когда вас опять оставляют, а в какой специальный пример. Сегодня вас оставляют, вы тогда это делаете, на завтра назначаете встречу со своим начальником и говорите такие слова. Иван Иванович, я хочу поговорить. Я хочу поговорить о том, что у меня уже на протяжении двух месяцев каждый день я вынуждена оставаться, потому что тот объем работ, который вы даете, нереально уместить 8 часов времени. И доказательно база, что вы не лентяничаете, то есть вы берете планировку, говорите, что на эту задачу 2 часа, на эту задачу 3 часа, на эту задачу. Быстрее нереально, потому что по большей части бывает, что руководитель тоже, это манипуляция такая, когда руководитель вместо того, чтобы идти и просить штатное расписание увеличивать, он решил просто, кто везет, на том и едут, и ехать на вас. Вот фактически именно так. Ну, то есть здесь достаточно все прозаично, к сожалению, со стороны руководителя. Итак, смотрите, ох, не исправила вам. Курс, на котором мы более подробно будем говорить, это противодействие манипуляциям. У нас старт 19 числа по вечерам. Очно стоимость 9,900 всего 90, по вебинару 7,950. Можно и так, и так обучаться. И, коллеги, это будет очная группа. И если вдруг кому-то эта тема прям очень-очень глубоко заходит, и вы понимаете, что для вас она очень актуальна, то рекомендую такие курсы, как помимо противодействия манипуляциям, это управление конфликтами, жесткие переговоры. Кстати говоря, развитие эмоционального интеллекта тоже очень хороший тренинг. Он даже не курс, а именно тренинг, потому что там есть такая проработка, четыре уровня проработки своего эмоционального интеллекта. То есть это распознавание своих эмоций, влияние на свой эмоциональный статус, распознавание эмоций других людей и, соответственно, влияние на эмоции других людей. Но вот в курсе, который 19 начнется, противодействие манипуляциям, там будем, во-первых, разберем все типы манипуляторов, которые существуют, объясню даже почему. Дело в том, что первый шаг работы с любым манипулятором, это может быть контрманипуляция. А манипуляторы, если вы их не распознаете, то есть вот этот формат дужки, это один из самых тяжелых манипуляторов, дужка, потому что мы все недоласканы. У многих из нас родители из советского прошлого, и тогда не принято было детей как-то прям ласкать, и поэтому у нас у всех есть такая вот точка, когда тебя недоласкали родители, и когда появляется рядом коллега, который такой уж прям так льстиво, так льстиво, нам свойственно ему верить, а потом мы попадаем в его ловушку. Вот, поэтому на курсе мы будем как раз рассматривать варианты, как на каждый манипуляционный тип, что с ним сделать, как говорить, ну то есть более подробно. Сегодня у нас такой короткий достаточно урок, поэтому не на все, естественно, вопросы я смогу ответить. И у нас есть формат еще открытого обучения, то есть это очно, плюс у вас видеозаписи в классе, и это такой формат, который позволяет вам отучиться в самостоятельном ФИПе и прямо поговорить, пообщаться, ну то есть у меня там формат открытого обучения, подразумевает, что вы в записи смотрите теорию, а практику вы можете и в кейсах отработать, и поговорить со мной, и даже какие-то личные обычно подходят, про какие-то личные, то, что в классе обычно не спросишь, ну свое что-то, да, а индивидуально спросишь, поэтому формат открытого обучения, он тоже очень-очень хороший. Ну что, я, в общем-то, еще вижу, в процессе отвечала на вопросы, еще отвечу так, как отличить токсичного коллегу от инициативного, энтузиаста, эльтруиста, который любит наносить тяжкую пользу, Петр, это уже, в общем-то, токсичный человек, я его не просила мне приносить, наносить тяжкую пользу, поэтому он уже вторгается в мое пространство. Как перестать считать токсичными лудрии и неумех, которые предпочитают не углубляться в нюансы? Ну, это простые манипуляторы, например, есть манипуляторы а-ля тряпка, которые нытики, которые, знаете, в формате, ну, у тебя же вот ручки, а у меня лапки, знаете, как в той рекламе, потому что у меня лапки, я вот ничего делать не могу, и они просто перекидывают на тебя, это манипуляторы. Вот, токсичный HR. Бывают, встречала я таких HR-ы, или тролль личности в компании куда глубже. По сути, он санитар в ряде случаев. Есть ощущение, что пользу мне нанесли именно токсичные коллеги. Коллеги, вот понимаете, у каждого из нас есть границы, и раз их нарушают, то и вы ничего с этим не делаете, то вы автоматически превращаетесь в жертву. А выйти из треугольника Карпмана, это как раз агрессор, жертва и защитник, а некоторые еще и защищать начинают. Вот то, что я сейчас иногда слышу, даже в междустрок в ваших вопросах, это когда я тут как бы ни при чем, меня никто не трогает, а вот коллегу там жалко, и ты начинаешь спасать. И я всегда спрашиваю, вам некого спасать? Ну, сходите в приют, там кошки, собаки есть, или ребенка усыновите. Спасите кого-нибудь, тот, кому действительно это нужно. Каждый коллега должен сам за себя. Не лезьте, пожалуйста, еще и в этот треугольник, потому что из треугольника манипуляции классического не так просто выйти. На самом деле, это вот проосознание такое. Известна ли причина, самая частая, по которой люди становятся токсичными? Андрей, на самом деле, причин много может быть, зачастую это социум, человек так вырос, и чаще всего это детско-родительские отношения, то есть, либо человека, гиперопека была, и ему завысили эту самооценку, знаете, как бывает, например, поздний ребенок, долгожданный ребенок, и у родителей просто вот паранойя начинается, он самый лучший, ну, то есть, они не видят ничего вообще, никаких слабых сторон, и настолько воспитывают, что он там идеальный, и все остальные ничтожества, он один идеальный, то есть, нарциссы сами вырастили, то есть, это вопрос в воспитании, именно поэтому я сказала, что во взрослом состоянии это плохо лечится, особенно, если человек не собирается, не собирается лечиться, да, он не признает, поэтому вылечить это невозможно, вот он такой, и либо наоборот, бывают сильно обиженные, может быть, авторитарные родители, и он, знаете, как маленький такой, как был, когда малышом, может быть, родители ругались друг с другом, либо его постоянно зачем-то ненужный, да, и ребенок-то растет, а ребенок-то уже на этом свете, когда он слышит, что он ненужный, когда он там мешал кому-то сделать какую-то карьеру, или еще что-то в этом роде, ну, такие вот травмы прям детские, и этот человечек, он же растет, он находит способ, как выжить в этом мире, и таких вот жалко людей, потому что, когда я такие истории слышу, и, ну, прямо, знаете, мурашки, я сейчас рассказываю, там, персонажей определенных вспоминаю в практике, и жалко таких людей становится, потому что они просто бились за свою жизнь, и они нашли вот такой способ, если обзывать всех, постоянно вот это вот, все какие-то не такие, один я, ну, потому что он не получал вот этой родительской ласки, то есть бывает перебор в одну сторону, бывает перебор в другую сторону, ой, так, как быть сотруднику, если руководитель отдела накрыл шапкой, прямо сказал сотрудник, что тебе здесь ничего не светит, ни в корень, ни в оплате, плохо говорит о сотруднике, вшестоящем уходить, Татьяна, попробуйте через HR-департамент, либо через голову, потому что есть понятие, такие трудовые конфликты, если компания крупная, то у вас там есть целая процедура, если мелкая, то попробуйте, ну, прежде чем уходить, вышестоящему поговорить и сказать просто об этой проблеме, что вот то-то, 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 либо возможность перевода куда-то, потому что, скорее всего, вы с этим руководителем потом не сработаетесь, ну, то есть, да, чаще всего заканчивается это уходом, но если есть возможность поговорить с вышестоящими руководителями, что есть такая проблема, даже не знает, вот посоветуй, знаете, как не претензию предъявлять, что вот мой начальник, вот такой, такой, да, гад последний, а просто сказать, что вот ваши ощущения, Опять же, я сообщение, что мои ощущения там вот на этот факт какие-то, такие-то, такие-то, потому что думаю, что то-то, то-то, то-то. Иван Иванович, ну вот вы же там свет в окошке. Посоветуйте, что бы вы на моем месте сделали? Иногда помогает. Иногда помогает. Не всегда, конечно, но иногда бывает такое. Ну что, коллеги, давайте завершать. И я хочу поблагодарить каждого из вас, кто пришел сегодня, кто был вместе с нами. И я жду на курсе противодействия манипуляциям в любом формате. Вижу, что многие из разных городов, да, можно будет и в онлайн формате. И, конечно, меньше вам токсичных людей, чтобы, чтобы эти люди, знаете, пусть они будут, они однозначно где-то будут, но они рядом с вами. Поэтому я вам желаю такого хорошего, крепкого, здорового коллектива, адекватных начальников и, знаете, таких перспектив в этом плане. Да, вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо.